В тесте пассивных сабвуферов неплохо проявил себя сабвуфер Helix XMAX 300. Его результат составил 110 дБ, поэтому мы решили выяснить, на что способна его активная версия Helix XMAX 300 Active. По сути, это тот же 12-дюймовый сабв в закрытом корпусе с номинальной мощностью 250 Вт и чувствительностью 90 дБ, но только со встроенным усилителем. Наличие встроенного усилителя нам немного не позволяет провести тест в одинаковых условиях, так как в каждом сабвуфере установлен усилитель разной мощности. Но с другой стороны, нас с вами интересует потенциал уже готового изделия, то есть сабвуфер плюс усилитель. И таким образом мы решили настраивать все сабвуферы по одному принципу. Фильтр Low Pass мы выставляем на максимум, так как частотный средств будем делать на головном устройстве. И вторая причина, по которой мы так делаем, это то, что встроенный в усилитель фильтр может влиять на мощность. Фильтр Bass Boost мы не используем, поэтому устанавливаем его на ноль. Да и как оказалось, не у всех сабвуферов есть такая настройка. Gain или Level устанавливаем на среднее значение. Все остальные условия теста остаются неизменными. Тот же автомобиль Skoda Super B без шумовиброизоляции и та же проводка. В качестве головного устройства мы используем 2D-новый медиа-ресивер Kenwood DDX-155. Замер производим на профессиональный шумомер Phonic PAA-3, который установлен на лобовое стекло. И сабвуфер Helix в очередной раз отлично себя проявил. Его результат при средних настройках мощности составил 117 дБ. Что даже на 7 дБ громче, чем шум вертолета. Kix ICQ-301BXA. Та модель является улучшенной версией протестированного нами ранее сабвуфера Kix ICQ-300B.